Привет, студент! Готов услышать последние актуальные новости студенческой жизни? Тогда садись поудобнее и приготовься смотреть. Команда Универ Ньюс собрала все самое свежее и интересное специально для тебя. С тобой Петрова Дарья и сегодня ты увидишь. Что обсудили на прошедшем заседании ученого совета КФУ? В Казанском университете прошла лекция на тему бизнес в эпоху подрывных технологий. 29 сентября прошло очередное заседание ученого совета КФУ. Какие вопросы обсуждали и кого наградили? Об этом в следующем сюжете. В зале заседания попечительского совета состоялся ученый совет КФУ. Заседание началось с торжественного момента. Ректор университета Ильшат Гафур вручил аттестат профессора доктору сельскохозяйственных наук. Наградил сотрудников университета знаками отличий и студентов, ставших победителями конкурса научно-исследовательских работ и победителей конкурса «Умник». На встрече обсудили итоги приема студентов в 2016 году и подготовку к приему в 2017. На повестке дня конкурсный отбор на должности, представление к присвоению ученых званий и обсуждение волнующих вопросов о качестве образования. Анна Глазунова, Ленарда Велитяров, Руслан Урозаев, Универа Ньюз. Болгарская Исламская Академия еще не открылась, а работа над ней уже идет. В чьих руках судьба образования будущих знатоков ислама расскажем далее. В стенах Казанского Университета за одним круглым столом собрались представители институтов востоковедения, государственно-конфессиональных отношений, а также профессора и доценты Российского Исламского Университета. Все они посетили КФУ, чтобы обсудить опыт реализации магистрских и докторских программ в системе религиозного образования. К теме отнеслись весьма серьезно, ведь от итогов завершения круглого стола напрямую зависит научная деятельность Болгарской Исламской Академии, которая, скорее всего, откроет свои двери уже в сентябре следующего года. Абсолютно новому учебному заведению предстоит обучить магистров и докторов исламской науки, а также сохранить статус конкурентоспособного вуза в России и в мусульманском и исламском мире. Ведь система развития духовного образования требует внесения достаточно серьезных корректив. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время в стенах Казанского университета совместно с Российским тоже в странском министерстве проводится очень большая работа по подготовке документов по открытию первого в России диссертационного совета по челунику и исламской теологии. А сейчас тебя ждут самые яркие новости Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюз. Всемирный день животных отметит в музее-заповеднике Казанский Кремль. Посетителей ждет увлекательный квест по залам музея вместе с динозавриком Парамоши. Казанцев приглашают на бесплатные встречи в Качаловском. Диалоги о театре каждый месяц на малой сцене будут проходить встречи ведущих артистов Качаловса со зрителями в честь 225-летия театра. В Казани прошло очередное заседание комиссии по признанию иностранных граждан носителями русского языка. Экзаменуемые написали изложения, сдали тесты на знание языка, а также прошли устное собеседование. На заседание комиссии были приглашены иностранные граждане, проживающие в Казани, а также других городов и районов республики. Канадский защитник Стефан Эллиот пополнил состав акбарсов. В казанском клубе игрок будет выступать под 21 номером. Подводники из Татарстана нашли на дне Гаспийского моря часть останков флотилии Петра Первого. Большая часть затонувших кораблей была построена в Казанском адмиралтействе. Татарстан представит проекты НОКОМ на инвестиционном форуме в Сочи. Рустам Мениханов возглавит татарстанскую делегацию. Для выпускников КФУ открыт набор корпоративного университета Лабуга. Набор ведется до конца октября, по итогам которого будут отобраны 25 претендентов. КАМАЗ занял четвертое место в рейтинге машиностроительных предприятий по версии Форбс. В парке Казанской филармонии посадят именные деревья. Саженцы увековечат имена заслуженного артиста России Делили Диновой и народной артистки Сулеймановой. В стенах КФУ прошел ежегодный симпозиум для юристов. И в этом году иностранных гостей было еще больше. Чем же университет привлек зарубежных юристов? Смотри далее. 30 сентября в КФУ прошел третий ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Тема этого года – Казанский арбитражный день. Развитие верховенства права и региональные проблемы. Это третий ежегодный симпозиум нашего журнала. И количество участников он значительно превысил предыдущие два симпозиума. Традиционно участниками симпозиума являются практикующие юристы, известные ученые-правоведы, законотворцы и сотрудники органов государственной власти со всех уголков России. А также в этом году было много представителей из зарубежья. Вообще в России рулится российский арбитражный день. Именно в этом году он не был предъявлен по зависимым причинам, видимо, этого миссия. Мы решили восклицать с этой паузой и мы провели казанские арбитражные деньги. И те специалисты, которые привыкли животных, которые принимают участие в московских дебатах, приехали в Казань. Иностранные гости в университете – это не только обмен опытом, но и необходимые для развития науки общение профессоров со студентами. У некоторых участников симпозиума сейчас основные, в цараде, из Вашингтона, средневековщиков, мы попросили приехать пораньше и уехать в Казань. И она вот две недели читает лекции по каламам, по кистам и по всему спорту. Также представители Китая из Нанкинского университета приняли участие в съемке программы со студентами юридического факультета и рассказали о своих ожиданиях от симпозиума и о сотрудничестве с КФУ. Мы приехали на симпозиум, чтобы узнать больше о судопроизводстве в России и обменяться опытом с коллегами из Казанского университета. Гости обсудили наиболее злободневные проблемы современного законодательства, также состоялись презентации юридических журналов и хельсинского международного коммерческого арбитража. Профессионализм сотрудников юридического факультета и статус университета играл большую роль при выборе его площадкой для симпозиума. И стоит ожидать больше таких встреч в стенах КФУ. Напомним, что скоро Вы сможете посмотреть на нашем канале ток-шоу с китайской делегацией Нанкинского университета. Елена Селезнева, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В актовом зале Института экономики и финансов КФУ состоялась ежегодная открытая бизнес-лекция, организатором которой выступила интернет-газета «Реальное время». В этом году представители крупнейших IT-компаний выступили на тему бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером? В 1997 году американский ученый Клейтен Кристенсен впервые ввел термин «подрывные технологии» для обозначения новых продуктов, которые вызывают панику на устоявшемся рынке. Ярким примером подрывной стратегии можно считать приход телефонов на смену телеграфа. По мене совершенствования технологии многие клиенты телеграфных компаний стали переходить на услуги телефонной связи. О том, что из себя представляют подрывные инновации 20 лет спустя, говорили на открытой лекции «Бизнес в эпоху подрывных инноваций», которая прошла на базе Института управления экономики и финансов КФУ. Перед собравшимися гостями выступили представители крупнейших IT-компаний России и рассказали о том, как они внедряют современные технологии в свой бизнес. Мы заметили, что примерно в одно и то же время, примерно из одной и той же точки, примерно в одну и ту же точку хотят ехать несколько людей. Единственная причина, почему они не объединяются в одну машину, они не знают друг о друге. Мы создали систему, которая позволяет эти поездки друг к другу совмещать. Для пользователя это стоимость, падение стоимости в два раза, для водителя это повышение эффективности. Каждый из спикеров выступил с 20-минутной лекцией. У слушателей была возможность задать свои вопросы, например, как поведение потребителей меняет бизнес, как уже сейчас создавать бизнес будущего и каким образом новые бизнес-модели меняют традиционные рынки. Диана Вакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. Желаю тебе приятных выходных и плодотворной учебной недели. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова